В Приморье прилетели две семьи старообрядцев из Бразилии. Они прибыли по программе добровольного переселения соотечественников в Россию и за рубежа. Прибывшие переселенцы – родственники тех старообрядцев, которые прибыли ранее в Приморье. Сегодня мы встречаем еще две семьи, прибывшие к нам с начала этого года по государственной программе по переселению соотечественников из гражданного зарубежья. И это семьи тех участников госпрограммы, которые прибыли к нам ранее. В аэропорту старообрядцев встречали члены семьи. Они не виделись с родственниками почти три года. Вот здесь живу я, моя жена, у нас есть сын. Три года уже живем в России. Сейчас едет мать моя и сестра с мужем. У них тоже сын есть, тоже летят. Я нахожусь в городе Дальнереченске. Село называется Грушевое, то есть округ города. Я занимаюсь сельскохозяйством, то есть соя. Вот в основном сейчас только соя. Вот в следующий год планирую кукурузу тоже. То есть сои и кукурузу. Животноводство есть планы, но пока еще они… Надо сначала вот это все организовать, а потом уже тогда про животноводство говорить. Примечательно, что в Приморье в настоящее время живет уже 54 семьи старообрядцев, перебравшихся по программе переселения соотечественников. Они прибыли из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран. В семь их переселенцев 100 детей, часть из которых родилась в Приморском крае. Ну их, во-первых, тянет одно из их чувства, как у них в Грозных заветах записано, что они должны вернуться на святую Русь. Вот они и возвращаются. Но это одна из причин. Вторая причина – это экономические. И в-третьих, именно почему Приморье, ну я уже сказал, потому что, во-первых, они их предки отсюда, а во-вторых, у нас очень, очень хорошо, неплохо налажен прием и обустройство этих людей. Вот, и поэтому вот те меры, которые оказывают им со стороны правительства, со стороны губернатора края, правительства края, мы ждем, что от них будет такая же точно отдача. Для Приморья процесс переселения соотечественников также является очень важным. Их вклад в сельское хозяйство довольно ощутим. И особенно мы рассчитываем на то, что они заселяются в отдаленные территории Приморского края и берут нелегкие земли для возделывания. Это надо несколько, достаточно много сил и средств потратить на то, чтобы их довести до нужного состояния, чтобы брать с них уже урожай. Вот, поэтому, вот, наверное, это одна из тех причин, по которым их приезд к нам желательный. Нам рост населения сельского хозяйства, именно настоящих крестьян, они его в области знаний возделывания земель, выращивания культуры определенной степени, они, как говорится, академики. Сейчас в Приморье успешно реализуются меры поддержки соотечественников-старообрядцев. Со многими заключены соглашения о комплексном участии в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы». Артем Белов, Диана Иванова, Новости на восьмом.